Джеймс Хедли Чейз. Только за наличные. Читает актриса Юлия Тархова. Часть первая. Обман. Глава первая. Из Кернс-Сити мы добирались до пилоты четыре часа и приехали туда около половины десятого вечера. Этот небольшой городок с магазинами, сувенирными киосками, кафе и заправочными станциями был похож на любой другой на побережье Флориды. Когда мы приезжали на грузовике по главной улице, водитель по имени Сэм Уильямс принялся показывать местные достопримечательности. «Это отель «Океан», — ткнул он пальцем в направлении безвкусного скопления хрома, неоновых огней и бутылочно-зеленых тентов на перекрестке, от которого можно было проехать к морю. Петелли владеет там каждым кирпичиком. Если уж на то пошло, и весь город его. Вместе вон с тем стадионом на холме. Сквозь лобовое стекло грузовика над городом виднелось круглое бетонное здание, открытое в центре и с крышей над трибунами. На мачтах застыли соцветия прожекторов, направленных на арену. «Парень, похоже, загребает там кучу деньжищ», — продолжил Уильямс. Вытерев красно-мясистое лицо тыльной стороной ладони, он сплюнул в окно. «По субботам Петелли устраивает на стадионе боксерские поединки». Свернув направо, подальше от ярких огней главной улицы, Уильямс поехал по узкой дороге, вдоль которой с обеих сторон тянулись деревянные домики. В конце дороги виднелся океан, блестевший в лунном свете, как лист фольги. «Заведение Тома Роша найдешь за углом, на набережной», — сказал Уильямс, притормаживая. «Я тут немного опаздываю, а то бы пошел с тобой. Скажешь ему, что тебя прислал я. Он поможет с попуткой до Майами. А если сам хозяин будет не в духе, поговори с его женой Элис. Надо хорошая девочка». Он остановился у тускло освещенной набережной. Я открыл дверь и вылез из кабины. «Спасибо, что подвез», — поблагодарил я. «Может, еще встретимся». «Хорошо, если так. Пока, приятель. Удачи». Я отступил в сторону, наблюдая, как грузовик выруливает на набережную, а затем пошел к кафе Тома Роша. Двухэтажное здание кафе, выстроенное из принесенных морем бревен, было покрашено в белый цвет. Двустворчатая дверь открывалась в обе стороны, но сейчас она была распахнута, и вечерний воздух наполняла мелодия, льющаяся из музыкального автомата. Поднявшись на три деревянные ступеньки, я заглянул внутрь. Просторный зал со множеством столиков, барная стойка с шестью высокими деревянными табуретами, на стойке три кофейника, над которыми поднимался пар. Под потолком электрический вентилятор взбивал нагретый воздух. Двое мужчин в майках и грязных парусиновых брюках сидели за столом у входа. Возле музыкального автомата справа от стойки, за другим столом, расположился крупный мужчина крепкого телосложения, одетый в белый летний костюм с желто-красным расписным галстуком. Напротив него толстый коротышка в коричневом костюме и панами безразлично смотрел в пустоту. Какой-то водитель в кожаной куртке и бриджах, подперев голову руками, устроился на табурете у стойки. За прилавком встроенная молодая женщина с бледным лицом, как я догадался, Элис Рош, ставила на поднос две чашки кофе. В дальнем конце прилавка начищал до блеска кофейник Том Рош, смуглый худощавый человек с твердо очерченным ртом, скривленным в горькой усмешке и копной жестких черных волос. Несколько секунд я стоял, никем не замеченный в темноте, наблюдая. Женщина отнесла поднос с кофе Верзили и его спутнику Толстяку. Когда она ставила чашки на стол, Верзила, ухмыляясь, схватил ее за ногу, чуть ниже колена. Она застыла, едва не уронив чашку. Затем попыталась отступить, но толстые пальцы не ослабили хватку. Нахал ухмыльнулся. Я ожидал, что женщина даст ему пощечину или закричит, но она не сделала ни того, ни другого. Вместо этого она поспешно бросила взгляд через плечо на Тома Роша, всецело поглощенного чисткой кофейника. По выражению ее лица было понятно, что она боится возможного конфликта с последующей дракой, выйти из которой победителем Рош не смог бы. Я внезапно почувствовал, как у меня похолодело в груди. Однако я даже не шелохнулся. Можно было бы войти и пнуть Верзилу, но это задело бы гордость Тома Роша. Кому понравится, когда жену в его присутствии защищает кто-то посторонний? Она наклонилась, пытаясь оторвать пальцы обидчика от своей ноги, но ей не хватало сил. Спутник Верзилы, толстяк в коричневом костюме, похлопал товарища по руке и что-то шепнул ему, кивнув на Роша, который стоял к ним спиной, любуясь блеском кофейника. Верзила оттолкнул толстяка свободной рукой. Толчок был такой силы, что тот охнул. Рука Верзила скользнула выше колена, и женщина в каком-то отчаянном иступлении ударила здоровяка кулаком в переносицу. Тот грязно выругался. Рош взглянул в их сторону, его лицо стало бледным, как полотно. Он боком неуклюже выбрался из-за стойки. Несмотря на ортопедический ботинок, который наращивал его короткую ногу, Рош все равно хромал, будто проваливаясь каждый раз, когда на нее наступал. Верзила отпустил женщину и оттолкнул ее в сторону с такой силой, что та, пролетев через всю залу, упала в объятие дальнобойщика, который слез с табурета и стоял с разинутым ртом, не выказывая ни малейшего желания помочь. Рош приблизился к столу. Здоровяк, ухмаляясь, даже не удосужился встать. Правый кулак Роша взлетел вверх по направлению к голове Верзилы. Тот увернулся, и удар пришелся в пустоту. Рош потерял равновесие, подался вперед и получил ответный удар в живот. Отлетел к стойке. Стукнувшись об нее, он, задыхаясь, соскользнул на пол. Верзила встала за стола. «Валим отсюда! Меня тошнит от этой дыры!» Бросил он толстяку, направляясь к стойке, где Рош пытался подняться на ноги. «Еще раз замахнешься на меня, крысеныш, и я тебя раздавлю!» Процедил он сквозь зубы и уже отвел назад ногу, собираясь пнуть Роша. В три прыжка я одолел расстояние до стойки и оттолкнул Верзилу от Роша. Потом нанес ему в лицо такой удар, что его звук мог сравниться с выстрелом револьвера 22-го калибра с близкого расстояния. От боли из глаз Верзилы брызнули слезы. «Хочешь кого-то пнуть, — сказал я, — так пни меня. Я более подходящая мишень». Если бы тот не обезумел от ярости, он ни за что не стал бы бить меня именно так. Это был размашистый свинг, включавший толчок ногой и разворот корпуса. Удар, который мог бы причинить ущерб лишь тому, кто не знаком с азами настоящей драки. Удар, который мог бы расплющить слона, если бы достиг цели, но он ее не достиг. Уклонившись, я применил свой фирменный правый хук в челюсть. Вложил в него весь свой вес. Верзила повалился, как подкошенный. Я не стал дожидаться, когда он встанет. Толстяка знал, что встанет он не скоро. Когда падают так, как он, это надолго. Отступив назад, я бросил взгляд на Толстяка. «Убери отсюда этот кусок дерьма, пока я не отделаю его по-настоящему». Толстяк смотрел на Верзилу, растянувшегося на полу, будто не мог поверить своим глазам. Затем он опустился рядом со здоровяком на колени, а я подошел к Рошу и помог ему встать. Тот с трудом переводил дыхание, но мог стоять, и в нем еще оставался бойцовский дух. Он сделал шаг в сторону Верзилы, словно хотел продолжить схватку, но я удержал его. «Хватит с него. Успокойтесь». Элис подошла и обняла Роша. Я оставил его на попечении жены и подошел к двум мужчинам в майках и дальнобойщику, которые таращились на поверженного Верзилу. Толстяк без особого успеха пытался привести его в чувство. «Да ты ему челюсть сломал», — возбужденно выдохнул дальнобойщик. «Вот это удар! Дюйм замахай, бац! Понятное дело, этот бездельник сам напросился». «Надо его отсюда убрать», — сказал я. «Давайте, парни, поднимем его и выведем наружу». Толстяк вскинул на меня глаза. Его глаза блестели, и по выражению лица можно было предположить, что он вот-вот разревется. «Вы сломали челюсть моему мальчику», — проскулил он, — «а ему в субботу выступать». «Мне следовало бы сломать ему шею», — заметил я. «Убирайте его отсюда, пока я не передумал и не довел дело до конца». Здоровяк открыл глаза, застонал и сел. Челюсть у него отвисла, и уродливое красное пятно проступило на правой щеке там, где я его ударил. Двое парней в майках подняли его на ноги и, поддерживая, вывели из кафе. Он вышел с ними, не глядя на меня, опустив голову на грудь. Глаза его остекленели, а ноги подгибались, словно резиновые. Толстяк плелся за ними с таким видом, словно шел за катафалком, в котором был гроб его матери. Дольнобойщик повернулся и уставился на меня, будто я был херувимом, спустившимся с неба на огненном облаке. «Прямо с ума сойти!» — воскликнул он. «Ты знаешь, кто это был?» «Тот парень, которого ты отметелил». «Это Джо Макриди, местный чемпион. В субботу ему драться с Майами Кидом. Куча денег на кону». «Прими совет, брат. Вали из города. Когда Петелли узнает, что ты сделал с Макриди, у него крышу снесет. Я не шучу. Петелли опаснее гремучей змеи. Ноги в руки и вали отсюда!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова